Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Криптофронтмен. Сегодня мы поговорим с вами про биткоин, а поговорить есть о чем. Мы затронем с вами прогнозы, которые сбылись, прогнозы, которые будут. Действительно реализовалось все, что мы с вами обсуждали один к одному. Пруфы на канале имеются, я вам сегодня все покажу. Но самое нас интересует, что же будет дальше. Если вдруг вы услышите подобные звуки и далее, имейте в виду, это мой маленький ребенок. Начнем с того, что сегодняшний рост это очень важное событие, знаменательный, я бы сказал, о котором я написал в своем телеграм-канале и пустил голосовой, обязательно ознакомьтесь. Что здесь важно понимать? А важно понимать следующее, что мой канал, это тот канал, где я делаю прогнозы заранее, заблаговременно, за недели, за месяцы, за годы до их реализации. И этого мы очень плотно касались в ролике, который был 4 дня назад, непосредственно 25 августа. Обязательно посмотрите, кто этого еще не видел. Действительно, серьезные прогнозы и реализация их. В том числе об этом мы говорили в телеграм-канале и в своих видео. Обязательно подписывайтесь, так это великолепнейший ресурс, где много информации подробнейшей и что-то подобное на просторах интернета найти невозможно. Разве что ворованную информацию с моего канала. Так вот, внимание, 22 августа я пишу. Полагаю, нам потребуется примерно 6 дней плюс-минус, чтобы видеть что-то более-менее лонговое. Так как от текущих никакого роста я не ожидаю. То есть я пишу 22 августа в ночь, вот на этой вот красной свече. После серьезного пролива, когда многие говорят о том, что мы пойдем еще ниже. Однако я делаю только один сценарий. И, конечно же, мой самый последний пост от 26 августа в пятницу. Я пишу, что таким образом что-то может случиться уже суббота-вторник. Сегодня, как вы знаете, вторник. Все, никаких других вариантов не было и нет. То есть серьезный прогноз. Соответственно, реализован. Я считаю, что рост, который мы имеем сейчас в 7%, его можно полностью назвать бодрым. Поэтому с гордостью объявляю вам всем об этом. Более того, 26 августа я пишу в своем телеграм-канале, вот здесь обязательно, это вырезка, что на 4-часовом таймфрейме я вижу, пока пишу пост, локальный лонг в рамках 4-часового таймфрейма. То есть с 3 до 7 минимум должна быть свеча зеленого цвета. Обратите, пожалуйста, ваше внимание. Таким образом, вот вам пожалуйста. На самом деле ничего сверх выдающегося, однако это речь про технический анализ, про то, что он существует. И если кто-то им умело пользуется, то такие вещи видятся. И завершим анализ прогнозов, которые были сделаны, вот этой вещью. Что, обратите внимание, мы с вами делали на 15-минутном таймфрейме проверку. В том числе это показывалось и в самом видео, условный сетапчик, если мы исходим из видео, что мы возьмем минимум 0.3, минимум 0.3. Но в моменте мы достигали 0.72. И этот пруф был в моем бесплатном реферальном закрытом чате. Вступайте сюда, торгуй на бирже битн, пишите мне личные сообщения, объясню, как сюда дальше попасть. Вот, соответственно, и пожалуйста, проверка завершилась идеально. Три из трех. Но самым восхитительным является именно прогноз, сделанный 22 августа. Более того, в телеграм-канале мы говорили о чем? Об RSI. А про RSI мы говорили о том, что с 1000% мы придем в зону перепроданности. В том числе мы говорили в видео, которое уже не будем тратить ваше время показывать, что 1000% мы будем в том числе и в перекупленности. Только на все нужное время. Пересечения ждем. И вот, пожалуйста, пересечение случилось не сейчас, а с 27 на 28. С воскресенья на понедельник мы с вами получили вот это пересечение. А сегодняшним днем мы просто получили дополнительный импульс. Ту бодрую лонговую свечу, о которой мы говорили 22 августа. Соответственно, и здесь 100% попадание. Фантазик. Замечательно. Но мы с вами затрагивали в видео, которое было 25 августа, и RSI, и MACD в том числе. И говорили, что это очень серьезная черта по MACD. Я вам показывал, что от этой зоны, особенно с учетом перепроданности, можете пересмотреть даже райончик 13 минут плюс-минус в данном видео, что здесь очень часто происходит движение вверх. И вот вам, пожалуйста, пересечение с подтверждением. И вот вам, пожалуйста, рывок по RSI. Таким образом, все имеет доказательную базу, все реализовалось и реализовывается. Но самое важное, что не нужно думать, что все великолепно, все фантастика. Да, очень даже хорошо. Но будьте всегда бдительны. Значит, видео, которое опять же было 25 августа, вы чувствуете, насколько оно было важным и насколько важно его посмотреть, если этого еще не сделали. Мы рассуждали и вспоминали логику Вайкова. Именно логика Вайкова помогла и помогала мне делать серьезнейшие прогнозы на протяжении всего момента канала. С ноября 2021 года. Мы рассуждали, что в очередной раз мы пришли, к чему правильно, к зоне аккумуляции. И именно это место является важной проверкой, пробьем или удержим. И я говорил, вы помните, что я считал и до сих пор считаю, что Вайков должен удержать. Ниже 25 тысяч уйти не должны. Проколы-заколы допускаются, но длительное пребывание или закреп нет. Единственный раз, как такое было, вы уже запомнили как мантру. В марте 2020 года, во время коронадампа, когда и дошли до медианки, все равно откупили. Так вот, я не ждал обновления Лайов и не жду по-прежнему. Но во всей этой интересной, хорошей, потрясающей, действительной истории, которая заслуживает уважения, важно напомнить, что с позитивом всегда сохраняется некоторого рода негатив. Какой? Значит, по поводу негатива. Вы помните, как мы рассуждали и говорили про район 28600. В том числе, в Телеграм-канале эта цифра фигурирует. Я о ней много-много-много раз писал. Почитайте посты, подпишитесь на канал. И вот здесь важно. Нужно зайти за 28600. Во-первых, потому что меняется месяц. И нам нужна идеальная сатартовая позиция с начала 1 сентября. Если у нас будет хорошая сатартовая позиция, которая является, в принципе, ситуация выше 28600, то это будет означать, что с высоченной долей вероятности мы пойдем опять штурмовать психологическую важную зону 30 тысяч долларов за биткоин. А на самом деле уже здесь. Можем ли мы пойти до 1 сентября это сделать? Безусловно, да. Безусловно. Но если мы анализируем и двигаемся в русле нормального гармоничного роста, то с высокой долей вероятности идет пробой, ретест и только потом движение вверх. Хуже всего, если идет пробой, а потом ретест и потом только движение вверх. Ровным счетом, в идеале, все должно быть так. Пробой, ретест, движение вверх. В идеале. И как раз таки 1 сентября мы окажемся в суперидеальной ситуации. Но как показывает практика, мы идем вверх. Находимся, может, даже около 30-ки или где-то тут плюс-минус. Меняется 1 сентября. И где-то около 30 тысяч мы, естественно, пойдем тестировать где-то этот район. Какой этот район, я вам скажу 1 числа. Вы всегда знаете, что когда месяц обновляется, я вам показываю стратегию на целый месяц. И проверяем предыдущую, вы помните. Это важный момент. 28600. Более того, чтобы быть королем-королевичем, я вам говорил, чтобы перейти в глобальную бычку, нам нужно пробить все скользящие. Я знаю, что нужно пробить ЕМА-200. Мы пробили. То есть мы сейчас конкретно находимся опять уже в глобальной бычке. Хотя супер-глобальная бычка, она и была восходящей. Локальная бычка в том числе, вы помните, благодаря вот этой локальной наклонке, о которой мы в том числе говорили и называли как самый позитивный сценарий. Вот он. Поэтому те, кто этого не слышали, вы не смотрите видео, не читайте посты. Сетуйте только на себя. Все остальные, кто слышали, естественно, отреагировали. Так вот, чтобы конкретно сказать, что все, ребятки, все замечательно и чики-пуки, надо даже вот эту средневзвешенную черную скользящую двухсотку пробивать и крепиться выше ее. Но еще раз, 28600 все равно кость в горле. Все еще, пока мы ее не прошили с закрепом, ничего сверхидеальнейшего нету и быть не может. Почему? Вспоминаем видео, которое мы говорили в том числе, когда мы обсуждали вайков, вспоминали. И я вам говорил, что все равно существует вероятность третьего подхода к 25 тысячам. Да, это может быть не полноценный 25, но тем не менее, но в очередной раз совершить эдакое касание вот этой зонки мы вполне себе можем. Вот этой 28600. Своеобразно, окончательно, капитально разгрузить и недельный таймфрейм, и двухнедельный, и прочее, прочее. Это нужно держать в голове и помнить, друзья. Да, действительно, позитив. Умеренный, умеренный. Во-первых, нужно закрыть сегодняшнюю свечу, так же бодро, а лучше завтра и вовсе пробивать все это добро. Так что будьте бдительны и внимательны. Для нас важно закрепиться выше 28600. А если и вовсе мы закрепимся с учетом новостей, в том числе выше 30-ки, то, естественно, замечательно, потрясающе, вперед. Но тут нужно отметить. Вы помните, что я как помешанный вам рассказывал и показывал, особенно очень подробно в закрытом бесплатном реферальном чате, про RSI, аналог RSI и чистый RSI. Обратите внимание, да, перепроданность, движение вверх. Пожалуйста, получите. Очень-очень близко. Нужно быть аккуратным, внимательно за всем следить. Такую же ситуацию мы имеем и здесь. То есть мы уже имеем локальную перекупленность. Внимание, локальную. Но нужно следить за дельтой объемов. И сегодняшний объем потрясающий. Почему потрясающий? Потому что при текущем объеме следующий день должен нарастать. Если бы мы сразу получали палку-пугалку, вот как здесь, то перебивать эти объемы сложно. Значит, можно образовать конвергенцию и рухнуть вниз. Но пока мы имеем серьезный хороший объем. И очень хорошо, если он таким и останется. Потому что каждый день можно его нарастать, нарастать, нарастать. И это будет гармоничный, хороший конкретный рост. За этим следим и будем следить. Я действительно в приподнятом настроении. Потому что действительно высокая частота реализованных прогнозов. Самое забавное, что 27 тысяч стало вообще пустым местом. Его не считают ни в дампе, ни в пампе. Не считает. 28-100. Но если учитывать, что мы пробивали, да, то помните, 28-27-25-100. И учитывать, что она сейчас лучшая стартовая позиция, чем была, я не исключу, что сегодняшний день мы вполне можем закрыть выше 28-100. И завтра ретестить и дальше двигаться в район 28-600. Важнейшую зону. Важнейшую. Потому что лично я считаю, что нам надо спешить до конца этого месяца. Не могу объяснить быстро и лаконично, но нам крайне важно закрыться выше 28-600. Вот мой субъективный взгляд. Все очень важное. Показал, рассказал про RSI. Сказал. Стандартный RSI у нас находится в районе 50-й горизонтали. Поэтому острая фаза роста присутствует. И расти еще есть куда. В зону перекупленности. Поэтому действительно мы можем реализовать то, о чем мы с вами говорим и говорили. И если вы помните видео, где мы говорили про паттерн дракон. Возможный паттерн дракон. Обратите, пожалуйста, ваше внимание. Вот вам, пожалуйста, то, о чем мы говорили, то, о чем мы следили. Мы сюда ставили с вами как максимальную зону. Так-так. Мы говорили, что должен быть откат. Один из них рассчитывался как 25 тысяч или 25-300. В итоге цена спустилась только в район 25-750. После чего она направилась в уровень шеи, который мы с вами в видео обозначали. Пожалуйста. 26-823. И мы сказали, дракон идет в отработку после пробоя. И как минимум первый тейк профит это район 0,618. Второй это 30200. И внимание. 1,236 по фибе. То есть 32 тысячи долларов за биткоин. Опять 25. Опять 32 тысячи фигурируют. Но в этот раз сил гораздо больше. Только еще раз. Внимание. Спасибо сыну за то, что комментируют меня параллельно. Извините, те, у кого это не вызывает улыбки, вызывает раздражение. Это в первый и последний раз. Так сложились обстоятельства. Но если мы говорим про аккуратность, то район 28600 держим в уме, держим в голове. Может случиться так доход, откат и только потом движение вверх. Или же с учетом той силы, которая есть и стремлений закрыть этот месяц на хороших стартовых позициях, можно пробивать и тогда уже находиться выше 28600. Это очень-очень важная зона. Но напоминаю, что по тому же Вайкову мы вполне допускаем еще отскоку 28600 и движение опять в 25. Помним, держим в голове. Пишем комментарии, делимся видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, отмечайте колокольчик. Обязательно рассказывайте обо мне своим друзьям. Делайте репост данного видео. Это минимальное спасибо, которое вы можете сделать. Если хотите большего, то обязательно торгуйте от меня на бирже BitGit. Так вы сможете попасть в бесплатно закрытый реферальный чат, где есть видео только специально для участников чата, где находятся хорошие трейдеры, проходят стримы для вас и другие акции и конкурсы. Обязательно вступайте. Особенно, если вы хотите сказать мне спасибо. И помните, что хороший трейдер это тот, который говорит, что будет, а не тот, который показывает и рассказывает, что было, который критикует своих коллег и рассказывает новости, которые уже вышли. На этом все. Всем добра.